Здравствуйте! В эфире новости Смоленская АЭС в студии Татьяны Ионкина. Мы расскажем вам о важных событиях, которые происходили в жизни атомной электростанции на прошлой неделе. Смотрите сегодня в выпуске. В Смоленской станции по большинству показателей у нас находится среди лучших. Смоленская атомная электростанция готова к работе в осенне-зимний период. Физкульт, привет! Новая баскетбольная площадка открыта в Десногорске при поддержке Росатома. На Смоленской атомной электростанции в работе находятся три энергоблока. Общая мощность составляет 3189 мегаватт. Замечаний к работе оборудования нет. Выработка электроэнергии за октябрь составила 2,25 миллиардов киловатт-часов электроэнергии, что превышает плановое задание на 90 миллионов. С начала года энергоблоками Смоленской атомной электростанции выработано 17,7 миллиардов киловатт-часов. Радиационный фон на промышленной площадке Смоленской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям. Готовность атомной станции к несению осенне-зимнего максимума нагрузки подтвердила комиссия концерна «Росэнергоатом». Комиссия работала на атомной станции с 24 по 28 октября и считает возможным выдать паспорт готовности к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов. Прежде чем сделать вывод, эксперты оценивали готовность к работе основного оборудования, инженерных коммуникаций, тепловых сетей, электрооборудования, зданий и сооружений. Они проанализировали производственно-техническую и организационно-распорядительную документацию. Дополнительно была проведена проверка организации на проведение противоаварийной тренировки по действиям оперативного персонала в условиях сильного мороза. В этом году традиционная проверка готовности к осенне-зимнему периоду проведена параллельно с плановой инспекцией состояния промышленной безопасности Смоленской атомной электростанции. В школе номер два города Десногорска состоялось торжественное открытие новой баскетбольной площадки. Коллектив второй школы нашего города участвовал в открытом конкурсе социально значимых проектов Госкорпорации «Русатом». И в 2016 году их проект «Школа баскетбола» стал победителем. На реализацию этого проекта Госкорпорация выделила грант – 470 тысяч рублей. Вот уже несколько лет подряд наши учреждения, школы, детские сады, учреждения дополнительного образования участвуют в этих конкурсах и побеждают. Тем самым вклад делает определенный и в развитие самого города. На средства, выделенные «Русатомом», баскетбольная площадка оборудована новыми стойками и щитами с современным спортивным покрытием, нанесена разметка в соответствии с правилами Международной федерации баскетбола, приобретен необходимый для тренировок инвентарь. В Тесногорске баскетбол сегодня игра такая модная, игра в тренде. Очень эффективно, очень быстро и очень результативно развивается у нас этот вид спорта. И хорошие результаты второй школы в баскетбольных начинаниях, в соревнованиях школьной лиги «Кэсбаскет». Плюс наша постоянная, долгая и очень полезная дружба с «Русатомом» позволила нам сегодня в вашей замечательной школе подарить вот такую замечательную площадку. Капитаны баскетбольной сборной команды второй школы Иван Гунько и Анастасия Архарова торжественно перерезали ленточку, а право первого броска было предоставлено главе Десногорска. А пробовать новую спортивную площадку смогли и учащиеся шестых классов второй школы. Для них была организована мини-эстафета с игровыми элементами баскетбола. На этом наш выпуск завершен. Вы смотрели новости Смоленской АЭС. Увидимся через неделю. Хороших новостей и всего вам самого доброго. До свидания. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА